Знаете, вот всегда было интересно, откуда в нас это раболепие, откуда в нас вот эта вот любовь к нашим политикам, к нашим руководителям. Я не знаю, откуда это тянется, наверное, еще со времен Советского Союза, вот как нас научили, да, что Ленин наш вождь, потом товарищ Сталин был наш вождь, вот в моем детстве Брежнев был нашим вождем, сейчас вот Владимир Великий это наш вождь, и мы искренне любим этого человека. Мы прям, ну не мы, подавляющее большинство нашего населения, прям души в нем не чают. Вот есть эти ватники, которых как не спроси, ты что он столько для нас делает? Когда начинаешь задавать простой, конкретный вопрос, слушай, ответь вот, да, вот просто ответь на вопрос, а что он сделал хорошего лично для тебя, вот этот вот политик? Начинают сыпать какими-то штампами из металличек, да он сдерживает внешнюю угрозу, да он не дает проклятым ворогам нас захватить, а ты ведь мне на простой вопрос, для тебя лично что этот человек сделал? Вот что конкретно для тебя, ты там, Вася Иванов, живешь в условной Самаре, что лично хорошего он сделал для тебя? А почему ты его так восхваляешь? За все хорошее, что он делает для России, для нас, для граждан России, я считаю, что это лучший президент, который есть только во всем мире. Я буду за него голосовать в следующий раз. За что люблю Путина? За то, что он принимает довольно-таки правильные решения и подходит к этому жестко. За что? Да. А от того, что он сделал мало? А знаете, какой все-таки самый популярный ответ, когда ты просишь человека, так ты конкретизируй, за что именно? А он говорит правильные вещи, отвечает на полном серьезе, я не шучу сейчас, вот тут у меня глаз начинает дергаться. Он говорит правильные вещи, ребят, мы о ком сейчас, но в данном случае о президенте, кто это еще, да? Это руководитель, это человек, который руководит своей страной, и ты правда. Любишь его за то, что он говорит правильные вещи, ну давайте простой пример, вот каждый из вас где-то работает, да? Представьте себе ситуацию, ты ходишь на работу, и твой работодатель, ну во-первых, год не платит тебе зарплату, да? Во-вторых, мало того, что не платит зарплату, он тебя нормальными условиями обеспечить не может. Вы сидите где-то в сарае, где нет ни окон, ни дверей, сквозняки, холодно. У вас нет техники, у вас нет элементарных столов, стульев, на каких-то лавках, коробках сидите. При этом начальник вас еще и штрафует постоянно, и вдруг кто-то когда-то задается вопросом, вот, ребят, нафига нам такой начальник, нафига нам такая работа? И все вдруг говорят, ну зато он говорит правильные вещи, вот вы как к этому отнесетесь? Как вообще можно это воспринимать как что-то разумное? И второй момент, ребят, ну а где вы видели политика, который бы говорил неправильные вещи? Да с ними целая армия политтехнологов работает, и хочет говорить красиво, да? Я вот не представляю себе кандидата, например, в депутаты, или там в мэры, в губернаторы, тем более в президенты, который бы вышел к публике и сказал, да, друзья, признаюсь честно, я избираюсь, потому что я хочу вас грабить, обворовать, потому что я хочу устраивать геноцид, потому что я хочу, чтобы процветала коррупция, мои друзья набивали себе карманы, так что ли? Вы меня рассмешили. Кстати, еще больше вас расстрою, дорогие мои, на предмет, а он правильные вещи говорит, да он даже говорит, и то не свои мысли. Я имею ввиду, вообще любой политик, включая президента, как правило, это речи, которые написаны кем-то там, там целая армия специально обученных райтеров сидит, которые пишут для него выступления, затем все это согласуется, проходит через энное количество фильтров, только потом ложится на бумагу, да, попадает все это на стол к президенту, он выходит и зачитывает. Вот эту вот написанную кем-то речь, то есть это даже не его мысли, повторюсь, но вы свято верите. Простой пример, дорогие мои, то же самое делает любой актер. Вот им точно так же пишут сценарии, пишут какие-то диалоги, монологи, он их заучивает, выходит на публику, там, на сцену или перед камерой, и просто все это играет. Но согласитесь, вы, наверное, вряд ли допускаете на минуточку, на секундочку, что герой, которого играет тот или иной артист, да, он идентичен, да, вот этому артисту, он обладает теми же самыми качествами. Я свято, я не думаю, что вы свято верите, что актер, сыгравший Джона Сноу, например, в обычной жизни запросто может, там, оседлать дракона, может завоевать семь королевств, и могут убить, и он может воскреснуть. Я сомневаюсь, что Брюс Виллис, да, если разбудить его сегодня ночью, он побежит спасать мир от коронавируса и спасет его. Я сомневаюсь, что вы в это верите. Я сомневаюсь, что вы свято верите, будь то актер, сыгравший Бэтмена, умеет летать, тогда почему в этом-то случае? И вы реально верите, что вот этот актер, да, играющий роль вашего губернатора или вашего президента, он действительно вот то самое, о чем он говорит. Владимир Владимирович, такой очень личный вопрос от одного из наших зрителей. Какой совет от вашего отца вы передали бы вашим внукам? Не врать. Кстати, в подтверждение всего вышесказанного, задам вам один простой вопрос. Вы когда-нибудь задумывались, почему там Владимир Путин и все его назначенцы за вот эти вот 20 лет, имеется в виду назначенцы, там, губернаторы, мэрии, многие депутаты даже, вот за все 20 лет их присутствия во власти, включая самого президента, ни разу в жизни не появились ни на одних дебатах в период избирательной кампании. Вот почему? Да, я знаю, пропагандисты вамрут, да есть у Путина более важные дела, чем ходить на дебаты, да нет. Не поэтому, а потому что они без бумажки двух слов связать не могут. Потому что на дебатах придется действительно озвучивать свои мысли. Не кем-то написаны, а именно свои. Потому что придется отвечать на по-настоящему неудобные вопросы, ответов на которые, да, тебе никто не готовил. Поэтому придется блеснуть эрудиции, придется показать знание ситуации в целом, да, насколько ты владеешь ситуацией. А у нас, к сожалению, все эти люди, они и не владеют, они живут, я уже много раз говорил, по отчетам. Они видят эту нашу страну, да, нашу с вами страну из окна служебного автомобиля. Они не общаются, не встречаются с народом. Даже если встречаются, тут специально подготовленные статисты, которые к народу никакого отношения не имеют. Питерские журналисты, там несколько СМИ, они провели такое, ну, не расследование, исследование, кто же стоял в этой толпе. И выяснилось, что они все подставные. Все до единого люди, которые там были, это были какие-то, там такая, Александра Боядякова, начальник отдела комментирования РИАФАН, ну, это такая Пригожинская помойка, чиновник из Василиостровского района, Эдуард Ильин, Виталий Мартыненко, Галина Королева. То есть все те люди, которые стояли там вокруг, они все были до единого подставные. Вот в итоге мы имеем то, что мы имеем. Сначала мы соглашаемся на вот это вот развалилово пропагандистов, что ну что, у президента нет более важных дел, что ли, чем идти, встречаться с избирателями, участвовать в дебатах? Нет. Я вообще не понимаю, как это. Президента нашлись более важные дела. О, кандидатов в президенты. Ты собираешься стать президентом страны? Что может быть важнее этого? Что может быть важнее того, чтобы встретиться с избирателями? Поэтому потом чего удивляться-то? Когда выясняется, что человек 20 лет президент, ну, он нихрена о бедах и чаяниях этого своего населения не знает. Да потому, что мы сами дали ему на это карт-бланш, мы сами сказали даже в период избирательной кампании, чихай на нас. Мы тебе и так верим. И в результате мы себе придумали образ какого-то актера, да, героя боевиков. И вот поверили в этот образ. Путин президент мира! Ура! Да-да-да-да-да-да! Ну и для общей ясности, почему я возмущаюсь больше всего. Я понимаю, что придет любой другой политик. Он тоже, наверное, будет не сахар. Но в чем моя претензия, я скажу. 20 лет. 20 лет эти ребята у власти. Что это значит? Это значит, что они украли у меня 20 лет моей жизни. Понимаете, самое дорогое, что есть у человека, это время. Когда Владимир Владимирович пришел, мне было там около 20. Чуть за 20. А сегодня мне уже за 40. В 20 лет моей жизни я отдал этому человеку. Мне уже никогда не будет 20. Мне уже никогда не будет 25. 30 и 35 моя молодость прошла. А все эти 20 лет я жил по принципу, да. Надо еще немного потерпеть, мне говорили. 20 лет. Сегодня мне за 40 я оглядываюсь назад. А что я делал-то? Вот всю дорогу терпел. Слушайте, я не хочу терпеть еще 20 лет, а потом мне будет там 60 или 65 или там даже под 70 в какой-то момент. Да, я вернусь назад. И задам сам себе вопрос. Саша, а что ты видел-то в жизни? А ты терпел всю дорогу. Тебе говорили, что надо немного потерпеть и все изменится. Да, я не хочу этого. Я хочу жить здесь и сейчас, потому что я вижу, что терплю, то почему-то я один. Потому что Владимир Владимирович не терпит. Люди из его окружения, они не терпят. Они в списке Форбс. У них все хорошо. Они живут полной жизнью. У них яхта. У них дети учатся где-то за границей. Они красиво проводят время. Они бросаются баблом. Купаются в шампанском. Почему я терплю, а они нет? Либо все терпим, либо никто. Да и устал я от этих сказок. Как-то так. Хороших выходных.